Здравствуйте! Когда рождается ребенок, имя для него обычно выбирают родители, исходя из собственных предпочтений. Но сейчас все чаще и чаще в Датсан приходят родители новорожденного к ламе для того, чтобы именно он выбрал имя, как это было когда-то заведено. Таких лам, которые даровали имя ребенку, называли Нейжа-лама. И сегодня мы поговорим с проректором Буддийского университета Жаргал Бакшой Дугдановым о том, как выбирается имя для ребенка. Жаргал Бакша, когда к вам приходят родители, что первое, что вы делаете? Ну, чтобы выбрать имя, для начала надо понимать, что такое вообще имя. Имя – это, как бы сказать, обозначение некого объекта, который идентифицирует, как бы сказать, этот объект. Понятие имени у нас в буддизме делится на две категории. Есть условное имя, есть подлинное имя. Подлинное имя – это первичное имя, которое было, ну, дается любому человеку или какой-то вещи, да. А условное имя – это, оно связано с подлинным имя, если имеет какое-то сходство, ну, такого рода, например. Возьмем, например, подлинное имя, да. Возьмем льва. Мы его назовем царем животных. Это его подлинное имя. Сравним, как бы, идентифицирует его, как он царь животных. А условное имя – это основном, как бы, сильного человека, например, мы называем там львом или там медведем, да. Это условное имя. Но прежде чем даровать имени, там вычисляется согласно астрологии. Каждый человек есть, рождается под определенным созвездием. В общем, в нашей буддийской астрологии есть 28 созвездий. И в какой день родился человек, там под этим созвездий есть 4 звука. Звука? Да, 4 звука, которые должны присутствовать в его имени или в начале его имени. Основное старается в начале имени. Например, когда возьмем, ну, любого человека, смотрим, какой день родился, какое созвездие и какие звуки подходят к его имени. Но это еще не значит, что именно, вот, например, скажем, человек год, ну, кабана, родился, например, 11 созвездия. День созвездия, вот один созвездие, например, такие слоги, как «ты, то, та, пи». Да, вот эти слоги подходят к его имени. Но это не значит, что надо давать имени. Почему? Потому что второй момент смотрится, какой неблагоприятный его созвездие. Если тоже так же выходит один из числа, ну, код кабана, например, 11 созвездие неблагоприятный. Если выходит один из числа, то «ты, то, та, пи» уже вот эти слоги не подходят. Уже в имени нельзя давать, хотя он родился под этим созвездием. Тогда уже вычисляется по дню недели. Но если там даже не подходит, да, тогда уже используют гадание или связано с каким-то определенным знаком. Ну, это как система строится. Например, возьмем созвездие, да, выбрали мы созвездие. Например, возьмем «ты», да, например, букву «ты». Какое мы можем иметь, да, с именем «ты», там, «ты лопа», например, да, или, скажем, какие-нибудь там другие имена. Например, если букс-слог будет «ге», например, там, «гэван», да, например, да. И вот эти слоги тоже есть определенные, скажем, чакры, ну, колесо. Колесо, как ее называют «янчаркорло», на тибетском называют «янчаркорло», что в переводе означает «колесо дождя звуков». Эти звуки очень важны, чтобы они звучали в этом имени. И надо учитывать, чтобы в имени не звучали неблагоприятные его звуки. Если, например, мы возьмем, будут неблагоприятные звуки, то это очень будет опасно влиять для этого человека. Вот я говорил, да, вот эту тапию, например, да, для «год кабана» вот эти звуки, они опасны для его жизни. Они будут препятствия создать для продолжения его жизни. Есть такой. Есть, который, наоборот, просто будет дурно влиять. Многие, конечно, думают, а в чем, какая роль в этих звуках, да? Вот возьмем, когда мы скребем, ну, доска, помните, да, мелом, когда вот скребется, неприятные же ощущения, да? Хотя это просто элементарно, какой-то звук вышел, да? От этого звука нам приятно. Точно так же разные звуки, вот эти могут влиять на его харм. Ну, то есть этому человеку будет приятно или неприятно? Да, он даже, может быть, не будет изучать, но на его, на ментальном уровне сознания это будет ощущать. И когда его люди будут называть этим именем, или он себя будет неуверен чувствовать, или, наоборот, будет ему сокращать жизнь. Вот такое есть. И вот это очень важно учитывать. Также, например, когда мы, имена, когда даются, да, вот эти звуки, ну, некоторых, конечно, книгах пишется, что оно должно находиться там впереди. Некоторые буддийские, ну, философы, ученые, астрологи, они говорят, что достаточно этого звука в имени, но не должно присутствовать другого, иное имя. Там же вот эти четыре звука, если более тонко рассматривать, да, глуменную, то тогда из этих четырех букв тоже выбирается, какое конкретно должно существовать, какое имя должно быть. Также, например, если вот это не подходит, по дням недели, например, дают. Возьмем, например, кто родился год, например, неделя воскресенья, например, родился, годный, да, 1 числа, 1 день недели. Воскресенье основном имена даются, связанные с царями, с Буддами. Ну, такие имена, например, скажем, Будда, ими есть, да, Митукат, ими, есть, да, например. Но воскресенье считается днем солнца, да? Да, это день солнца. Потом, например, в понедельник больше связано с министрами, с советниками или с такими прославленными людьми. Например, какие у нас прославленные имена? Чингисхан, Гушихан, такие. Воскресенье тоже с царями больше связано. Больше с царями можно Гушихан, Чингисхан, такие имена давать. Например, Алтынхан, вот такие. Потом, например, возьмем, кто родился во вторник. В вторник больше связаны имена с своими начальниками или с такими сильными людьми, скажем, с какими-нибудь богатырями, баторами. Вот такие воли подходят. В среду, например, больше связаны с мужеством. Основные имена даются мужеством, которые смелости. Например, Зорик, имя Зорик, такие имена дают. В четверг, особенно связаны с брахмами, с ламами, с учеными, можно связаны. Такие имена дают. Например, скажем, Ананда. Или, например, Итигал, Тилхамбалама, Великий Учитель Лама, например, такие имена можно дать. Также связаны с дхармой можно имена дать. С дхармой связаны имена, там, Сымжит или Дарма. Вот такие имена можно дать. Потом, вот, например, в пятницу это более женственные имена. Женственные такие, более, скажем, нежные имена. Дарима, ну, такие более женственные имена можно давать. Или, например, мужчины, там, например, Цирн, да, тоже, как бы, считаются женственными. Суббота. Суббота больше связаны с природой. Имена дают с природы, там, с гором, с небом. На основном стараются с небом или, например, с какими драгоценками, там, Ренчинг, Алтинг, ну, такого рода, да, с небом, там, что-то связано, да. Да, Горуда, ну, такого рода, да. Никогда не встречала Горуда. Ну, Горуда там. Ну, такое имя, конечно, кто даст. Но, основно, вот эти имена, как бы, по дням недели, если рассматривать. Также есть имена, которые, там, астрологически первое вычисляете по созвездиям. Есть три уровня – внешний, внутренний и острие. На каком созвездии находился данный момент, когда он родился? На острие он находился или на внешней ситуации, или внутренней. И когда вот эти моменты рассматриваются, там смотрится для жизни опасности сколько, для, например, вообще в их делах, да, задуманных и так далее. Вот эти имена, как бы, вычисляются, смотрят. И там уже согласно его имени. Например, если опасность для жизни у него есть, благопожелаемые имена есть такие, которые, например, цирн, да, долгая жизнь. Долгая жизнь, да. Цирнджаб. Цирнджаб. Еще более усиленная. Усиленная долгая жизнь, так скажем. И вот связаны эти. И еще есть такие имена, которые не подходят, эти благопожелаемые имена. Есть имена, которые, наоборот, должны спасти от смерти. Не удлинить жизнь, а спасти от смерти. Там надо, вот эта ситуация. Раньше, например, называли Тырбыши. Это не он. Иныбыши не то, да, но, например, такие имена были. И вот эти имена тоже давали. Тырбыши, Иныбыши, там, ныругые, там, да, без имени, да. Ну, не знаю-ка. Не знаю-ка. Ну, такого рода, да. Также есть имена, которые даруются согласно, например, учению Тхарми. Если он, например, традиции Гилук, ну, вот, которую мы проповедуем, да, традиции Гилук Богдатзанкапа, основатель, который, то добавляется имя Лобсан. Какое-нибудь имя, например, Лобсан Самдан, да, например, Лобсан Замс, да. Вот такие имена есть. Например, там, если вам, вы получали посвящение, там уже совсем другое. Там даруется имя согласно то, что давал учитель. Если учителя имя есть, половина имени учителя передается ученику. Клиния приемственности. Вот, например, Галсан, да, имя, скажем. Если учителя у него там была Жамса, то, соответственно, имя Галсан Жамса. Также есть правило называть людей. Очень многие люди есть двойное имя, там, например, да. Да, учительство встречается. Да, Даши Доржа, да, например, такие. Бадма Доржа. Бадма Доржа или Радна Жабта. Не надо их сокращать. Радна, там, например, или, например, Радна Жаба, когда есть имя, взяли Радна Наза. Этим сокращает его жизнь. Потому что определенный звук потери. Определенный звук потери. И вы, наоборот, можете создать препятствия. И что, даже маленького ребенка нужно называть этим двухэтажным, как я называю, именем? Да, да, вот обязательно надо называть. Вот, потому что это, скажем, первичное его имя, подлинное имя. Подлинное имя, условное имя, это подобно кличке. Если, там, некоторые уменьшительно, ласкательно говорят иногда. Это тоже, с одной стороны, неправильно. Желательно давать, говорить полное имя. Также, вот, например, в имени, я как говорил, звук. Вот это очень надо учитывать, звук. Куда этот лама заложил этот звук? Мы же не знаем, да? Вот, вот, их такие лама, которые дают имя, назвали Нейжелама. Нейжелама, это не просто, который даровал ему имя. Это его будущий учитель. И вот, обязательство Нейжеламы, он постоянно должен о нем беспокоиться, как отец. Следить за этим вот человеком, да? Который ему дал имя. А чтобы следить, он должен, говорит, ребенок ему показываться, хотя бы один раз в год, чтобы он давал ему правильное направление. Вот это очень важно. И он будет о нем беспокоиться подобно отцу, говорит. Это очень такие важные моменты. И раньше, вот, например, до репрессии, как был Нейдж Ламы, вот, например, если он уходил в нирвану, в другую жизнь, так скажем, да, то все, кого он давал имя, они приходили полностью, этот похоронный процесс они проводили. Это было такое правило. Сейчас я, конечно, этого не вижу. Ну, пока не создана эта традиция, это все-таки прервано так долго было. Прежде чем выбрать имя, да, вот, Нейдж Ламы, да, вы должны выбрать Нейдж Ламу, кто действительно сможет вашему, там, чаду, ребенку, да, правильно указывать путь. Ком вы видите действительно правильного учителя для него. Потому что надо, если вы один раз выбрали, второй раз уже нет варианта выбирать. Это очень такой момент. Ответственный момент, конечно. Конечно. И если, потом, уже от него отказаться нельзя. И надо выбирать правильного Нейдж Ламы. А не так, чтобы пришло, дай мне имя, как паспорт на столе, да? Ну, вот так вот не пойдет. Это обязательно надо выбирать. И когда выбрали, вы должны им обращаться к Нейдж Ламу. В первую очередь подносится ходак. Просьба. Ходак мы просим. Просим даровать нашему ребенку имя. Есть очень много вариантов имя. Например, есть такое имя, когда связано, скажем, с драгоценностью. Если мы даем имя, связанное с драгоценностью, смотрим этот день, какой он день родился, насколько оно связано. Также еще есть такие имена, которые даруются согласно неделе. Ну, не имя, не связано с царем, а такое. Например, кто-то родился в понедельник, ему имя давали Дава. Или в пятницу, Бавасан. Бавасан, да. Вот такие. Например, у нас дни недели, как мы называем? В воскресенье мы Нима называем, понедельник Дава, вторник Мингмыр, среда Лагба, четверг Пурву, пятница Пасан и суббота Бимба. Имена Бимба тоже много, да. Вот связанное с днями недели есть такое. Какой день он родился, такое дают. Или в какой день он обратился, они к Ламе. Вот этот день тоже так же могут определять. Ну, основное имя, значение такое. Вот еще бывает так, что родители приходят, они уже зарегистрировали ребенка, дали ему какое-то имя, и они приходят к Ламе, а Лама говорит, ну, вот это имя лучше его не называть, и нужно дать какое-то второе или тайное имя. Ну, вот, например, ну, скажем, свидетельство о рождении, записали имя, да, но ни с кем не советую, и сами решили дать такое имя. Потом приходит Ламе, оно не подходит. Таких ситуаций очень много. И Лама дает имя. Этим именем они должны пользоваться. Но тайное имя – это совсем другое. Тайное – это вот когда посвящение? Это когда получаете посвящение. Это тайное имя, оно произносится, в основном есть такое, как бы, сказание, что перед момент смерти, перед смертью, до мгновения, до смерти, это имя мы должны произнести. Или тот, который Лама, например, проводит его, да, ритуальный честь, он должен назвать его тайное имя. Тогда те, кого он получал посвящение божеству, они должны взор свой пустить на него. Вот, как бы, такое есть сказание. Это тайное имя называется. Ну, этим же тайным именем пользуются Ламы, когда они делают свои переводы или пишут какие-то книги. Ну, в основном в переводах тайные имена не пишут. Они пишут, когда, например, в затворничество садятся. Ну, имена пишут. Или, например, начитку какую-то определённую делают. А тайные имена, они пользуются только для себя или перед учителем, или каким божеством они говорят. А в чекстах они пишут. Есть такие, как бы, второе имя говорят, второе имя дают. Или как Ник. Да, Ник. Прозвище, опять же. Да, прозвище, да, вот такое, как бы, есть. Но люди, которые, вот, например, ещё бывают при жизни, он уже ему даже Лама дал имя, но потом по книгам выходит, что не подходит имя. Есть такое. Он, согласно астрологии, вычислил им и дал. Но потом при гадании оно выходит, что не подходит. Почему не подходит? Потому что в том окружении, в котором он находился, это имя для него становится в чажести. Некоторые имена говорят, вот, тяжёлое имя, говорят, да. Тяжёло имя, там, тяжело нести такое имя. Потому что в каждом имени есть энергия, в каждом звуке, потому что есть энергия. И вот, вот это, бывают такие ситуации. И если говорят поменять имя, можно поменять имя. Но сейчас, как бы, в практике сложно его применить в жизни. Но, взяв это имя, когда вы, например, пишете в датсанах имена, вы уже новое имя должны писать. Или, например, Нахиморин, и уже то имя надо писать. А в жизни, если вас так называют, ну, уже нельзя изменить, множество людей вас знает, да. Можно. Но при этом желательно хотя бы один раз в год, например, начитать Жамбал Санжито. В Жамбал Санжито есть такая книга, да, посвященная имена Будды Мадушири, Будды Мудрости. Вот это, значит, эта книга входит в одна из восьми поправляющих книг. Загалей нам мы называем ее, да, исправляет. Вот она будет поправлять те моменты, которые присутствовали в этом. Есть только. Спасибо, Жаргал Бакша. Я думаю, вам сегодня было интересно узнать о том, как ламы выбирают имя для тех людей, которые приносят своего младенца. Или, например, говорят, что у меня тяжелое имя и хотят его поменять. Что при этом учитывается. Какие астрологические вещи учитываются. Или также, каким образом даже слог может влиять на положительное или отрицательное значение для вас. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова